дорогие друзья это у нас четвертая часть мини-сериала про энергоэффективный монолитный дом то есть здесь наглядно факты цифры все показано советую вам посмотреть перед началом монолитный дом плюсы и минусы также первую серию вторую серию 3 серию и вот это у нас уже выходит четвертая серия здесь у нас подсказка слышали звуковой сигнал вот подсказка монолитный дом плюсы минусы перейдите по этой подсказке и все серии можете включить по порядку просмотреть чтобы понять что такое монолитный монолитный дом и как нам передается по конструкции тепло и так в этой серии вы увидите на втором этаже надо разогреть чтобы нам дальнейшем здесь проводить работы после этого мы отключаем отопление на сутки хотели на четыре часа решила на сутки потому что увидите все сами и упала температура через сутки в этом доме то есть сутки прогреваем сутки он стоит будет нам картинка карте в картинке будете сравнить результат наглядно пишите комментарии и не забывайте подписываться на привет друзья вы находитесь на канале айхаус термоплюс с вами олег кузьмичев нам надо поддержать температуру и даже попытаться нагреть помещение здание дома построена по технологии айхаус термоплюс площадью у нас там 33 этажа площадь второго этажа 100 метров вместе с лестничным маршем площадь первого этажа тоже 100 метров вместе с лестничным маршем высота потолков 3 метра и также цокольный этаж у которого 130 или 140 метров примерно там высота потолков 2 650 и так пойдем выбирать тепловентиляторы типа витеров вот и все что представлено оазис получается самый дешевый берем его ну друзья мы купили 4 типа вентилятора на этот дом дом у нас еще раз говорю каждый этаж чуть больше 100 квадратных метров вместе с лестничным маршем второй этаж у нас высота 2 90 первый этаж 3 метра и у нас еще есть цокольный этаж примерно до 130 140 метров там высота 2 650 сейчас нагревать наше помещение чтобы не испортить наши великолепные овна ну а также дальнейшем для отделочных работ и давайте перед тем как мы посмотрим это зафиксируем какая температура чтобы через сутки посмотреть какая температура здесь будет все эти вентиляторы мы на сутки поставим на втором этаже сегодня у нас 25 декабря вот у нас 10 градусов коридоре смотрим на втором этаже тоже где-то 10 смотрим дальше здесь 11 или 12 где-то так мы расставили наши тепловентиляторы один поставили в этой комнате второе рядом поставили на 2 киловаттами и чтобы у нас работал термостат вот где-то посередине дальше в центре чтобы он вот в эту комнату нагонял воздух из него будет выходить и поставили еще вот в эту комнату у нас нету тепловентилятора вот в этой комнате но давайте померим температуру начнем наверно вот с этой комнате это хозяйская спальня мастер спальня разделена на две части нагреться на мне еще ничего не успел потому что только включили 11.7 берем стену смотрим на улице минус 10 градусов 11.6 смотрим на эту стену 11.6 это внутренние перегородки внешняя стена 11.5 11.5 внешняя стена 11.5 11.5 потолок там уже холодный чердак 11.5 Во второй комнате 11.0 Здесь смотрим 11 Давайте вот эту стену посмотрим Угол 10.4 Идем в коридор Давайте в коридоре Это стена 11.2 Эту стену мы мерили Давайте еще раз 11.2 11 В этой маленькой комнате Где у нас стоит тепловый вентилятор У нас здесь на чердак выход 11.3 11.4 11.12 От него не успеет еще нагреться Потому что его только что включили Ну может какая-то погрешность идет Давайте вот здесь 10.7 Внешняя стена 10.7 Внутренняя перегородка 10.8 10.9 Внутренняя 10.8 11 Потолок 10.4 Вот примерно так Давайте спустимся вниз Сразу там померим У нас здесь на термометре 14 Ну уже по 13 Что-то подбивает Давайте посмотрим В пол 12.5 Так 11.7 Внешняя стена 11.2 11.3 11.2 Здесь у нас 11 Здесь у нас на термометре Температура Температура Это 11 Градусы Мы сразу посмотрим Здесь 10.7 12 Цепол снизу идет 10.7 10.5 11 Вот примерно Такая картина Сегодня 26 декабря Прошли сутки После того Как эти тепловентиляторы Были включены Сейчас они опять отключены И давайте сначала Зафиксируем Температуру На термометре Так У нас Сейчас я Посмотрю Внимательно Крутится 15 16 17 17 Градус Смотрим Смотрим На втором Который у нас В коридоре Здесь Похоже Тоже 17 Градус Вот в этом помещении У нас Не было Никакого Тепловентилятора Смотрим Смотрим Тоже в районе 17 16 17 Пойдемте вниз Посмотрим Что там Изменилось Так 16 Смотрим Здесь 14 Друзья Прошло Около 5 Часов И ничего Не поменялось По температуре Перерыв Будет Сутки И Затем Померим Температуру Воздуха И уже Будет Более Ясная Картина С температурами Поверхности Стены Начнем По порядку С первого Термомета Температура У нас Здесь 14 Градусов Почему Здесь Такая Температура 14 Градусов Упала Скорее Всего Из-за Более Холодного Излучения Вот Этого Окна Потому Что Здесь Не более Двух Метров Даже Меньше Но Посмотрим Что У нас Дальше Здесь У нас 15 Ну Может 14 8 14 9 Дальше В той Комнате Где У нас Не было Вообще Отопления 15 Спускаемся На Первый Этаж Вот В этом Месте Всегда Была Самая Высокая Температура 16 Гранусов Здесь Не было Отопления Но Все-таки Как-то Воздух Сюда Попадал И Все-таки Он Нагревался Это Первое А второе За счет Теплопередачи Через Стены Стены Нагреваются Нагревают Должны Нагреться Немножко Здесь И Теплый Воздух Но Излучение Стен Оно Все-таки Влияет На температуру Помещения Также Окон Так Здесь Что у нас Здесь У нас 14 Ну а Теперь Померим Наши Стены Пирометром Внутренние Перегородка 15,2 15,2 Повыше 15,3 Потолок 15,3 Внешняя стенка 14,8 Пол 14,5 Внешняя стенка 14,5 Здесь у нас Морват Как сделан Здесь Утеплен Морват Можете Посмотреть Видео По листе Утепление Монолитного Дома Это Утепление Холодного Чердака Это Стенка 14,6 Давайте Здесь Посмотрим 14,4 14,2 14,2 14,5 14,5 С лапочкой Не стоит 14,7 А вот Здесь Фанера 7 градусов 13,9 Внешняя 13,9 Зато Перегородка И не было Отопления 14,1 Пойдем На первый этаж 13,4 13,3 13,2 А наверху Батарейка Садится А внизу Что у нас Что у нас Здесь Пол Потеплее 14,4 12 Здесь Стены Холоднее Не было Никакого Отопления 12 12 12,9 Итак, друзья Вы посмотрели Четвертую серию Про этот Монолитный дом Именно Тема Энергоэффективности Кому-то Непонятно Сейчас В конце Видео Будет Конечные Заставки Тот Квадратик Один Нажмите На монолитный Дом Плюсы И минусы И посмотрите Все Подряд По этой Теме Чтобы не Сдавали Вопрос Почему Температура Именно У нас Стен Поднялась На первом Этаже Чтобы вам Было Все понятно Также Сейчас Очень много Сдают Вопросов По утеплению Именно Бирплитами Если Вы Из Сибири Откуда Из Дальнего Востока Можете Не запариваться Может у вас Быть любой Твердый Утеплитель Кроме Каменной Ваты Потому что Каменная Вата В ней Происходит Инфильтрация И накопление Влаги А так как У нас Стены Очень теплые Внешние То через Ню Будет Инфильтрация Воздуха Будут Большие Теплопотери Это Уже Проверено Время То есть Только Плотный Материал Ну а Те Кто Хочет Перплету Купить И она Живут Недалеко В Европейской Части России То Советую Посмотреть Утепление Монолитного Дома Плэйлист Сейчас будет Вот такая В конце Подсказка Можете Нажать Там Есть Эксклюзивные Видео Они Закрыты Для Общего Только Для Спонсоров Канала Оплатите Эту Подписку Посмотрите Вы На Грибах Сэкономите Денег В 10 Раз Больше И Самое Главное Вы Поймете Как Ими Работать Потому Что Перплиты У всех Трещат Практически Потому Что До Сих Пор Перед Присылает На Фотографии Или Нам Пишет Что Перплиты Именно Трещат Это В интернете Можете Проверить У нас Перплиты На Фасаде Трещат Многие Уже Это Смот Видели И Если Вы Хотите Не Допустить Ошибок Вот Есть Канал Подписывайтесь На Канал Просто Наберите Московская Деревня Василия Там Привет Меня Передайте В Комментах Вот Он Перплитами Утеплял Свой Дом Он Допустил Ошибки Короче Хотел сделать Одно Во-первых Теплоизоляция Минус У него там 160 миллиметров Теплоизоляцию Прямо Теплосопротивление Можно делить На два Потому что Там Воздушная Конвекция Гуляет Но самое главное Он не скрывает Сейчас у него там Вообще Проблема На 200 штук Попадутся на материал Говорю Канал веселый И самое главное Что человек Не скрывает Свои ошибки Таких каналов Мало Потому что Он делает все по науке Как говорят там Блогеры украинские Например Дима По-моему Он у него там Что-то подсмотрел Сделал И вот так получилось Потому что Надо вообще понимать Как материалы работают В каких условиях Где каждый дом Это индивидуально Так что Папир-плитам Нажмите кнопку Спонсорства Или ссылка будет В описании под видео И посмотрите Прежде чем покупать Возможно Вы скажете А зачем Мне это нужно Я лучше возьму Пенопласт Не проще Вот Итак Еще Сразу Добавлю Продолжение Чтобы было Интересных тем Пишите Побольше Комментариев Чем больше Комментариев Вы напишите Тем больше Будет темы Для обсуждения И для Темы Для новых роликов Всем пока До новых встреч С вами С вами был Олег Кузьмичев Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует